В региональном правительстве утвердили пятилетнюю государственную программу содействия занятости населения. Самая главная задача власти – обеспечить каждого обратившегося за помощью работой и сохранить минимальный уровень безработицы в регионе. На эти цели из бюджета будет выделено 1 миллиард 106,5 миллионов рублей. Стремимся к тому, чтобы тот показатель, который у нас на 1 января текущего года составил 1,5%, имея в виду уровень зарегистрированной безработицы, и значительно снизился по сравнению с 1 января 2012 года. К 2018 году еще более снизился и оставался на приемлемом уровне 1,3% от экономически активного населения. Вот ради этой цели такие расходы. Помощь безработным гражданам будет осуществляться по направлениям. Кому-то требуется переобучение или курсы повышения квалификации, а для кого-то достаточно информации об имеющихся вакансиях. Однако есть проблемы в сфере занятости населения, которые пока остаются нерешенными. Сохраняется тенденция сокращения численности населения в трудоспособном возрасте и наблюдается дефицит квалифицированных кадров. Возрос приток на рынок труда граждан, ранее работающих в сфере частного бизнеса. Имеет место недостаточная заинтересованность, а порой ее отсутствие, у бизнес-сообществ в целевой подготовке специалистов на собственной технологической базе, а также привлечение студентов старших и выпускных курсов. Во время обсуждения у членов правительства возник вопрос, не приходится ли жителям области конкурировать с иностранцами, которые пребывают в Россию на заработки. Председатель комитета по труду заверила, что опасения напрасны. В нашем регионе квота на иностранную рабочую силу составляет всего 1837 человек. Это самая маленькая квота среди всех субъектов Российской Федерации. Ниже этого показателей нет. Почему? Потому что приоритет – это местные трудовые ресурсы, это в первую очередь, но и в то же время без иностранных работников, которые именно квалифицированного труда или неквалифицированного, область здесь тоже не проживет. Во время обсуждения выяснилось, что работодатели нашего региона испытывают дефицит квалифицированной рабочей силы. Предприятиям текстильной и легкой промышленности требуются опытные ткачи, помощники мастера, швеи и закройщики. Машиностроительные заводы нуждаются в токарях и фрезеровщиков. Спрос на эти профессии значительно превышает предложения.